Он не был примерным учеником и даже получал двойки в школе. Он обожал футбол и хотел связать свою жизнь с этим видом спорта. Но судьба распорядилась иначе. Дмитрий Хворостовский стал великим оперным певцом. Его шевелюра, словно припорошенная снегом, стала его визитной карточкой. Артиста часто об этом спрашивали. В ответ он отшучивался. Мои оба деда облысели еще молодыми, поэтому мне грех жаловаться. А его фирменная улыбка сводила с ума не только зрителей, но и партнерш по сцене. Обладатель уникального голоса, русский принц, как его назывались за рубежом, первые шаги к музыкальному олимпу делал в Красноярске. Отец инженер по образованию. Великолепно пел. Мама врач тоже обожала искусство. Родители и привили сыну любовь к музыке и вокалу. Сейчас музыкальная школа на окраине Красноярска, в которую ходил Дмитрий, носит его имя. Вот здесь его фотография. Я всегда всем ее показываю. Здесь Дима такой, каким вот лично я его помню. Этот завораживающий, искренний, яркий взгляд. И немножечко с хитринкой. Вот сейчас мы зашли в этот класс, в котором учился Дима Хворостовский играть на фортепиано. К счастью, это именно тот инструмент, к которому прикасалась рука Димы. А ведь этой всемирной славы могло и не быть, если бы он не послушал однажды своих наставников. Я поеду на конкурс в Барселону. Там призовые и выше, заявил Хворостовский своим педагогом в Красноярском институте искусств. Но Ирина Архипова, великая оперная певица, и его учитель отговорила Дмитрия. «Не дури, поезжай в Кардив, там телевизионный конкурс, и это твой шанс прославиться на весь мир». В 1989 году в Кардиве Дмитрий вышел на сцену во фраке, купленном в долг. Но слава была стремительной, и вскоре его уже приглашали в лучшие оперные театры мира. На западе русского певца называли оперным Элвисом. Он обладал не только волшебным голосом, но и удивительной энергетикой. В 1999 году Хворостовский встретил швейцарку Флоренс Илли. Они вместе пели в опере Моцарта «Дон Жуан». Она вышла за него замуж и родила двух детей. Заслуженная артистка России Вера Баранова, которая не раз выходила с Хворостовским на сцену, вспоминает, как нежно любил Дмитрий свою жену и гордился ею. Этим он хвастался, а не своей всемирной славой. Мужчины смотрят на его супругу Флорансу, он тогда представил, говорит, что вот Флоранс, моя супруга, он так подходит по-дружески, ну что, тебе нравится? Да, красивая женщина, но это моя жена, понимаете? Он умел какие-то такие добрые вещи сказать и чем-то погордиться, похвастаться, но это не было таким хвастовством, что вы тут все никто, а я тут такой супер-пупер стал богатым, у меня такие контракты. Он всегда был прост в общении, потому что это настоящая звезда. Но эту счастливую жизнь нарушила болезнь. Хворостовский несколько лет мужественно боролся с раком мозга и пережил отведенный ему врачами срок. Но одержать полную победу Дмитрию Александровичу не удалось. 22 ноября 2017 года его не стало. Красноярский институт искусств теперь тоже носит его имя. Здесь у подножия его памятника захоронена часть праха певца. Вторая часть находится в Москве. Так он завещал. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...